слава богу слава иисусу христу нашему спасителю господу и ни в ком другом нет спасения дамы и господа братья и сестры нет другого имени под небом данного нам людям которым убежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся доброе утро всем из киева привет всем шалом мир вам всем и благодать да умножится 6 часов в киеве и вот я начинаю трансляцию с утренней молитвы 6 до 7 время здесь у меня молитвы а потом 7 до 8 молитвы уже на открытом воздухе там в парке киота поэтому кто в киеве сейчас и вы утром тоже будете свободны приезжайте в парк киота на молитвенную прогулку я думаю что вместе как раз вот с братом андреем значит может кто еще из братьев присоединится а сегодня прогуляемся так вот помолимся вот прославим господа в этом парке молимся прогуливаясь парке из-за киота древнюю столицу японии до молимся за японский народ молимся за все эти острова хоккайдо хонсю сико купюсю и все малые острова благоставляем страну восходящего солнца весь восток благоставляем тем более у андрея из потрясающе сильное свидетельство как раз о востоке и он сам был увлечен вот восточные культы когда-то был священником там даже значит восточной религии но слава богу по милости господней да он летал в индию был там проживал там в индии трудился как священник ну языческой религии слава богу сейчас он христианин да он он обратился господу принял иисуса христа своим личным спасителем господом теперь трудиться слава богу вот их молитесь тоже об устройстве поездки я очень хочу к нему поехать туда минск белоруссию слава богу и вот сегодня место из писания читаю я второго послания коринф это как раз да и для заставки этой картинки для трансляции на ютубе я выбрал как раз именно вот этот текст 317 но я хочу прочесть и дальше восемнадцатый второй коринфянам 317 читаю господь есть дух а где дух господний там свобода и вот это выражение да вот спасибо тебе господь и дальше написано мы же все открытым лицом то есть да вот кто мы не рабы рабы не мы свободные мы и вот свободные люди да потому что дух господний он свободу дает он рушит эти цепи врага мы же все открытым лицом то есть свободные люди да взираем на открытым лицом взираем как в зеркале взираем на славу господню преображаемся в тот же образ от славы в славу как от господня духа аллилуйя господь есть дух и где дух господний там всегда свобода там нет рабства там рушатся цепи там оковы падают очень очень хороший пример из писания тоже он сразу на ум приходит это вот как иллюстрация это вот в деяниях да когда братьев наших павла силу унизили оскорбили избили значит ни за что просто за слово божье прозапровать и они как мученики да вот пострадали как мученик свидетели свидетели господни господней славы и будучи в вузах да в темнице и будущее было там еще там неопределенное то есть но все таки это знаете ли время такое суровое на жестокое будем договорить и и они братья слава богу не унывали воспевали господа прославляли творца и другие их узники слушали но я понимаю что другие это конечно же там не братья были там но смысле но не верующие а ну верующие по своему конечно и тоже верующие смысле не дети божьи вот и что получилось они слушали и что произошло земля потряслась у них узы у всех ослабели не только у павла и силы не только наши братья получили вот такое освобождение но и все кто слушал у всех узы ослабели темницы распахнулись удивительно конечно да кстати да и они были там тоже образ такой интересного чем даже люди оставались там хотя уже узы ослабели двери распахнулись они еще были там то есть то есть образ для меня как для художника того просто такой интересный очень живописный колоритный образ говорящий еще как бы для меня о том что вот так вот представляю себе действительно вот уже два тысячи лет назад вот эта темница распахнулась человеческая до ночи духа и пожалуйста все спасены но вот входящих в эту дверь открытую уже два тысячелетия открытую иисус христос сам эта дверь не так-то много к сожалению но сегодня все больше и больше конечно но все же знаете ли процентном отношении не так много то от всего человеческого рода вот как раз вчера тоже за за индию тоже молились там вспоминали индию индийский народ потому что брат андрей свидетельствовал о своих поездках в индию там проживание в этих ашрамах и как называется там там храмы были языческие где он служил там как священник вот значит и он рассказывал что да он кстати познакомился там с христианской миссии вот в калькутте терезы калькутской как раз мать терезы да он был там у этих сестер им очень понравилось что вот ну их отношение христиан отношение к страждущим к людям совершенно незнакомым людям других народов культур религий вот это его очень сильно коснулось там слава богу и что интересно он говорит что в индии там больше миллиарда человек проживает что-то возле полутора миллиардов говорил миллион миллиард 300 миллионов по-моему где-то так то есть ну короче я сейчас не помню точно сколько он сказал но гораздо больше чем миллиард проживает там народа вот значит но сколько вот именно христиан значит я удивился ну порядка 30 миллионов человек вот это вообще все христиан то есть это как бы в процентном отношении не так-то и много ну немало конечно но и не немного то есть там работа не почтый край на самом-то деле в индии слава богу благоставляем индию благоставляем китая вчера тоже с китая молились и вспоминали его добрым словом за японию сто процентов молились потому что ну как бы это уже даже когда прогуливаемся в этом парке киото то она как бы самой естественно смотрим эту пагоду смотрим на это сад камней там все пропахло про и пронизанная японии сакура конечно не цветущая во всей красе уже скромна сакура стыдлива скромна и уже как вот знаете ли вот как и все остальные дерева в парке но молимся ходим молимся за японию благоставляем японский народ страну восходящего солнца страну страны восходящего заходящего солнца все страны нашей страдавшейся земли благоставляли израиль и благоставляем израиль и благоставляем иерусалим до город великого царя слава богу потому что в небесной такой в духовной картографии вот есть такое даже такая тема духовной картографии когда молитва о странах о народах городах селах в разных регионах, вот, и это очень удивительная тема, я очень люблю эту тему, и в Петербурге, допустим, когда бываю, то с удовольствием при Великим тоже как раз вот рассуждаю, слушаю, значит, там тоже как раз о духовной картографии идет речь, вот, слава Богу, очень часто, вот, в других регионах, там, да, в других странах, вот, значит, и, да, а в духовной картографии, если брать не просто отдельных стран, континентов, а общепланетарных, как бы, по всей Земле, если брать, ну, так, глобально, глобально, широко взять, если, то, конечно, самым, самым ключевым местом на карте всего мира, да, всей Земли является Израиль, а на карте Израиля это Иерусалим. Это удивительно, конечно, в физическом мире нашем есть горы огромные, там, да, значит, там, да, там, Гималая взять, допустим, да, там, Джамалунгма, там, значит, да, та же самая, там, допустим, вот, значит, да, какие-то другие горы великие, вот, даже вот взять, там, здесь, в Украине тоже горы есть, Карпата те же самые, да, допустим, Уральские горы, там, Кавказские горы прекрасные, вот, обожаю Кавказские горы вообще. Ну, знаете, да, есть такие вершины, заснеженные постоянно, вот, и я созерцал, когда их, я всегда, я, ну, просто, как завороженный смотрел. В Алмату прилетал тоже смотрю, там, это потрясающе, конечно, тоже ездили в такие места, где снег постоянно, и зимой, и летом, вот, такие, очень высокие вершины. Но интересно, что духовно картографией, да, самой высокой точкой нашей планеты, нашей Земли является Сион, является Иерусалим, является, как раз, именно эта гора. Хотя, в сравнении, там, с Джамалунгмой, это просто маленький холмик, казалось бы, да, вот, видите, обман зрения. Физически, глаза наши видят одну правду, но они не видят всей правды. Глаза Духа, глаза сердца смотрят иначе, и через Писание, да, через Слово Божье мы видим совсем мир иначе, по-другому. Да, значит, по-человечески мы смотрим, да, весь мир возле лежит, да, на самом деле, как написано в Библии. Вот, значит, и все согрешили и лишены славы Божьей, это действительно так. Но когда глазами Бога смотрим на этот мир, то мир, возлюбил Бог мир и отдал Сына Своего Единородного. Бог во Христе примирил Собою мир. Смотрим по-человечески, Бог отверг этот мир, да, проклял, да, значит, тоже из Писания можно найти примеров, да, много. Но, когда мы смотрим глазами Бога, глазами Духа, глазами Свободы, мы видим действительно эту Свободу с большой буквы. Когда видим мир, смотрим на окружающие, так, как человеки, обычным естественным взором своим, то мы видим рабство кругом. Рабство, рабство, рабство. Но когда мы смотрим глазами Духа, мы видим свобода, свобода, свобода. Аллилуйя, спасибо тебе Господь. Глазами естественными, физическими этими, смотря, мы видим везде болезни, смерти, разложения. Глазами Духа мы видим исцеление, освобождение, процветание, благословение, слава Господу. И настоящая реальность, настоящую реальность можно видеть только глазами Духа. Где Дух Господен, там свобода. Где нет Духа Господнего, там рабство. Можно продолжить эту мысль, да. Света пишет, шалом, дети любви, стойте в свободе, которую подарил Иисус. Аминь, аминь. Это правда. Ни шагу назад. Потому что только в Духе Святом это свобода. Где нет Духа Святого, там не свобода, там рабство. Тут же начинается рабство. Не подвергайтесь опять его рабства, братья, сестры. Взираем на Христа. Идем по воде. Да, если смотреть на воду, на море, да, значит, бушующее вокруг, то, конечно, там кишка тонка. И человек рано или поздно провалится и будет тонуть. В общем-то, да, это, ну, скажу, когда смотришь, естественно, как это, как это будет. Как начинаешь тонуть. То есть, когда смотришь на Христа, сразу укрепляешься и море по колено, горы по плечу, идешь по воде, хоть бы что вообще. Да. Когда вот молишься, допустим, за исцеление человека, тоже, если начинаешь, если включается естественный разум, да, то думаешь, а как же там, как может быть, это же невероятно. Как это срастется у него, как это у него там что-то не может быть. Ему нужны там, видимо, таблетки какие-то, лечение, терапия, значит, там, дорогие врачи нужны, потому что, ну, у него шансов нет уже так вот. Это когда естественно смотришь. А когда смотришь сверхъестественно, настоящей естественностью, настоящим естеством, Божьим миром, он более, Божий мир, он более реальная реальность. Это более реальная реальность. Наша реальность реальная, хорошая, да, слава Богу, тоже творение Бога. Да, конечно, пошло все не так, как надо, 5779 лет назад, почти, 5780 лет, скоро будет уже, да, в конце сентября будем встречать Новый год. Вот, да, от сотворения Адама, от сотворения мира. Но, друзья, Божья реальность, более реальная реальность, настоящая, не потерявшая истину, да, этот мир, да, вот здесь все. Чтобы достойно прожить и пройти этот мир, это поприще надо взирать на более реальную реальность и жить более реальной реальностью. Вот, да, действительно, это достойно будет. Пусть Господь благословит нас. И, как вот в прочтенном тексте, я еще раз прочту, кто подсоединился, сейчас вижу еще кто-то. Вот, из 2 Коринфянам, 3 глава, читаю, 17 и 18 стихи, фрагмент как раз, 2 Коринфянам 3,17, я взял для картинки на эту трансляцию сегодняшнюю на YouTube. Написано, что Господь есть Дух, да, Бог есть Дух. Написано, где Дух Господень, там свобода. Аминь. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Вот само преображение наше, оно происходит, когда мы взираем на славу Божью. Взирая зеркало Духа Святого, взирая на Слово Божье, я вижу себя, но вижу себя другого. Если я смотрю просто на себя, вот смотрю, допустим, в естественное зеркало, да, то я вижу себя, да, вот какой я есть в этом физическом мире, да. Но это все равно обман зрения, это не настоящее. Настоящий я, он уже не виден так, и вообще очень мало можно даже самого себя увидеть в обычном зеркале. На самом деле мы видим не настоящую реальность, она настоящая, но не такая настоящая, как Божья реальность. Чтобы увидеть по-настоящему себя, надо взирать на славу Божью, взирать на славу Божью, Духом Святым. Можно увидеть только самого себя по-настоящему, по-правдушному, как его ты есть на самом деле. Вот, а какой ты есть на самом деле? Ты святой и праведный, искупленный, исцеленный, благоставленный, счастливый человек. Вот такой. Взирая на Господа, взирая на славу Божью, мы только так вот можем себя увидеть. По-настоящему, по-правдушному. А если не взираем на славу Божью, без слова Божьего, без славы Божьей, то мы можем видеть себя только лишь грехи, недостатки, проблемы, здоровье, возраст уже не тот. И много-много-много проблем разных. А взирая на славу Божью, мы видим совсем другую реальность, Божью реальность. И верующий человек, да, он по совести, если мы святые и верные дети Божьи, именно, да, не лукавые и ленивые, а святые и верные, то тогда мы действительно должны жить Божьей реальностью и живем Божьей этой реальностью. Аминь. Слава Богу. Я помню. Ну, это как бы миры эти настолько различны, что сталкиваясь, они вообще не понимают друг друга, честно говоря. Отказываются понимать. Мозги просто, ну, естественно, человеческие, они отказываются понимать это все. Ну, как вот, ну, много примеров, ну, постоянно такие примеры. В 96-м, когда я выходил из РПЦМП, значит, да, шаг веры сделал такой, да, значит, то моему руководству, начальству оказалось это вообще безумием. И я, когда разговаривал с архиепископом моим тогда, значит, Мельхисадеком, я ему объяснял, объяснял, рассказывал, почему, по каким идейным соображениям я принял решение выйти из традиционного православия, почему, вот, что я не молюсь там к Богородице, к святым, значит, там, молюсь только лишь к Богу. Он меня смотрит, уже старый человек смотрит на меня и говорит, вот тебе это надо. Да, потом опять я ему что-то рассказываю, там, рассказываю, свидетельствую. Он опять мне говорит, тебе это надо, вот тебе это надо, говорит, потом опять я ему что-то рассказываю, рассказываю, там. Короче, я потом уже, когда ехал, значит, с разговора того с епископом, то, значит, я, как бы, вспоминал, думал, стоп, он мне больше ничего не сказал, только три раза, только вот это вот. Потом, вот тебе это надо, и, короче, потом рукой махнул, короче, и развернулся, ушел. Так больше я его не видел. Жалко, но нет, как человек, он как естественный, обычный земной человек, хороший человек, да, конечно, проблема у него была очень серьезная, но спивался человек, но он хороший, он добрый был человек сам по себе, знаете, из таких, что рубашку последнюю снимет с себя, но опять-таки он не понимал, рожденный от плоти, он есть плоть, как ни крути, рожденный от духа есть дух. Это два разных мира, вот, и коль мы рождены от Бога, то мы должны о Божьем и помышлять, о горне помышлять, а не о земном. Помышления земные это вражда против Бога, то есть, по сути, ну, ты вот начинаешь тонуть, да, ты не сможешь пройти по воде, значит, а взирая на Божью реальность, более реальную реальность, да, идешь хоть бы что вообще. Вот так вот, друзья, пусть Господь благословит нас стоять в этой свободе, на самом деле, и преображение, тема преображения, сегодня, получается, продолжение этой темы преображения Господнего. Всю эту неделю праздник продолжается преображение в православном церковном календаре, и, в общем-то, я продолжаю тоже говорить о преображении. Вот, и воскресенье, вот, предстоящий нам 25-го, получается, да, значит, августа у нас в Киеве, здесь мы проведем тоже служение, продолжение вот этого собора, и, ну, как бы, завершение. Хотя продолжить я еще собираюсь и во Львове, уже в понедельник 26-го, следующий понедельник, значит, да, во Львове уже. А если вы в Киеве, то добро пожаловать в воскресенье, приходите, жду, да, на общение, рассуждение такое, соборное такое, и тема очень важная, тема преображения Господнего. Все, преображаемся в тот же образ, Божий образ, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, благословен Искупитель наш, спасибо тебе, спасибо за то, что ты есть Дух, и где Дух твой Святой, там действительно настоящая свобода, а где нет Духа Святого твоего, там не свобода, там рабство. Где игнорируется твой Святой Дух, то там рабы и темницы, и узы. Но там, где твой Дух Святой, Он царствует, да, там действительно, Господи, свобода. Ты 3331 год назад, с половиной, показал всей земле, всем народам и племенам, показал однозначно, что ты Бог свободы, ты против рабства. Что ты выводишь измученных на свободу, что цепи рабства рушатся. И там, у горы, давай, когда дал это заповеди, ты сказал, и это записал перстом своим, что я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Потому что другие боги лишь дают рабство. Другие боги несут рабство. А ты истинный Бог, творец всего видимого и невидимого, ты несешь свободу, даешь свободу. Там, где ты, там свобода. Где нет тебя, там рабство. Где иные боги, там рабство. А где ты истинный Бог, там свобода. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Благодарю тебя и славлю. Во Христе ты примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений, и дал нам слово примирения. Благодарю тебя за это слово примирения, которое звучит уже почти два тысячелетия. Слово примирения. Спасибо тебе, Господь. Ты примирился с нами, и мы теперь примиряемся с тобой. Спасибо тебе, Господь. Аминь, аминь, аминь. Да, друзья. И важнейшим актом и видимым таким знаком нашей свободы является как раз вот символ нашей свободы, да. Кредом таким является хлебопреломление. Причастие, да, Евхаристия. Хлебопреломление. Спасибо тебе, Господь. Это знак нашей свободы. Принимая причастие, мы провозглашаем это и самому себе, и друг другу, всему этому миру, что мы не рабы. Рабы не мы. Мы свободные. Мы дети Божьи. Да. Сыновья и дочери. Бога. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Благодарю тебя за великую благодать твою. Величайшую твою благодать. Благодарю тебя за жизнь. Благодарю тебя, Господь. Слава тебе. Спасибо за благодать, за милость, за спасение. Дар Божий во Христе Иисусе, Господе нашим. Благодарю тебя, Господь. Сегодня, Боже, благодарю Тебя за лозу небесную Иисуса Христа Спасителя моего, Господа моего За хлеб с небес сошедший благодарю Тебя За жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе, Господе моем Спасибо, спасибо, Господь Это действительно великая благодать спасения Спасибо, спасибо, спасибо Спасибо за Голгофу и за кровь я Тебя благодарю, мой Бог За воскресенье Твое, за победу Твою Аминь Спасибо, спасибо Иисус, спасибо Спасибо, за все спасибо Спасибо, спасибо Благодарю, что свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо О, спасибо Родной, спасибо Мой брат, спасибо 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 Благодарю, что свободу мне дал Свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо Господь, спасибо Иисус, спасибо Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь Вселенный Давший нам хлеб с небес И лозу небесную И Ишуа Машиаха Тело Иисуса Христа Тело Христа, это Ты и Я Тело Христа Кровь Христа Это Ты и Я Я и Ты Спасибо Тебе, Господь Спасибо, спасибо Благословен Господь, Бог наш Царь Вселенный Благословен Господь Да Слава Богу Аллилуйя Аллилуйя Спасибо, спасибо, Господь, спасибо Спасибо, спасибо, спасибо Спасибо, спасибо Дух Господний Там свобода Где Бог, там свобода Где не свобода, где рабство, там нет Бога Где Бог, там всегда свобода Где Бог истины, там всегда свобода Где ложные боги, там всегда рабство Там всегда грех, смерть, проклятие Там, где Бог святой, истинный творец неба и земли И благословенное имя Его Там всегда свобода Спасибо тебе, Господь, спасибо Спасибо, спасибо, спасибо Благодарю тебя, Господь, за жизнь вечную Благодарю тебя, Господь, за дар твой Аминь, аминь Иисус, спасибо За все спасибо Благодарю, что свободу мне дал Что за меня жизнь свою ты отдал О, спасибо Иисус, спасибо Мы с тобой одной крови, ты и я Мы одно Я это ты, ты это я Спасибо тебе, Господь, спасибо Взираю на славу Твою На славу Божью Боже Спасибо И вижу все в истинном свете Я спасен Я исцелен, я благословлен Всеми благословениями небес Через кровь святую Агнца Божьего Иисуса Христа Аминь Ешьте, пейте, друзья Славьте, Господа, ибо Он благ Ибо вовек милость Его Аминь 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 Спасибо Аминь Спасибо, Господь За кровь святую Агнца Твоего Спасителя моего, Господа моего Друга моего и брата моего Искупителя моего И освободителя моего Иисуса Христа Спасибо Спасибо Спасибо, спасибо Я и Отец одно Спасибо Отец и я одно Спасибо, спасибо Отец, спасибо Иисус, спасибо Спасибо, спасибо, спасибо Благодарю, что свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо Спасибо, Иисус, спасибо Господь, спасибо Спасибо, спасибо Слава Тебе и хвала Мой Бог и Царь Благословен Господь Благословен Бог наш Аминь Благословляю всех вас Кто сейчас онлайн И кто потом в записи будет смотреть Эту трансляцию Азимене написала Доброе утро, дорогой брат Сергей Будь благословен, драгоценный Слава нашему Господу Аллилуйя Аминь Аминь Благословляю всех вас Возлюбленные Благословляю свою семью Благословляю Инну Сергеевну Свою супругу Детишек наших Внуков наших Благословляю Во имя Господня Во имя Иисуса Христа Пою благословения Сегодня на Израиль Благословения на Иерушалим Иерусалим Благословляю Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мир и благодать да умножатся в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Взирая на славу Божью, зеркало Слова Божьего, оно не лжёт. Это зеркало нашего восприятия, наши человеческие зеркала, зеркала иных богов, зеркала разные, они врут. А вот зеркало Слова Божьего? Нет. Зеркало Слова Божьего не врёт никогда. Это зеркало истины. И в зеркале истины я вижу самого себя. Я вижу, что я святой, я праведный, исцелённый, благоставлённый, Сын Божий, Дитя Божье, наследник и сонаследник Христу, моему брату, моему другу, моему Спасителю и Господу. Спасибо, Господь, спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Шалом, мир всем вам. Аминь, аминь.